Музыка Уже некоторые веч gjare дома рано утром по тече Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Убедительная просьба и обращаем ваше понимание на то, что цикл идет без перерыва. И, пожалуйста, между частями не аплодировать. Благодарим за обнимание. На сцене Калужский молодежный симфонический оркестр. Художественный руководитель и дирижер, заслуженный артист России Александр Генди. Сейчас вы услышите в Чайковске симфонию номер 4, фаминор, опус 36 в четырех частях. За дирижерским пультом Дмитрий Грюков. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Александр Васильевич Пушкин, пиковая дама. А в ненастные дни собирались они часто. Гнули, бог их прости, от пятидесяти нас-то. И выигрывали, и отписывали мелом. Так в ненастные дни занимались они делом. Однажды играли в карты у канон-гвардейца Нарвова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно. Сели ужинать в пятом часу укра. Те, которые остались в выигрыше, ели с большим аппетитом. Прочие в рассеянности сидели перед пустыми своими приборами. Но шампанское появилось, разговор оживился, и все приняли в нем участие. Что ты сделал, ссоренность братья хозяина? Проиграл, по обыкновению. Надо бы напризнаться, что я несчастлив. Играю Миран Дорган, никогда не горячусь. Ничем меня с толку не собьешь. Ах, все проигрываюсь. И ты ни разу не соблазнился? Ни разу не поставил на рутель? Твердость твоя для меня удивительная. А каков Герген, сказал один из гостей, указывая на молодого инженера. По труду не брал он карты в руки, по труду не загнул ни одного пароля, а до пяти часов сидит с нами и смотрит на нашу игру. Игра занимает меня сильно, сказал Герман. Но я не в состоянии жертвовать необходимому в надежде приобрести излишне. Ха-ха, Герман немец. Он расшаглив. Вот и все, заметил Томский. А если кто для меня непонятен, так это моя бабушка, графиня Анна Федотовна. Как? Что? запрещали гости. Не могу постигнуть, продолжил Томский. Каким образом бабушка моя не понтирует? Да что-то удивительное, сказал Нарумов, что 70-летняя старуха не понтирует. Так вы ничего по ней не знаете. Нет, право, ничего. О, так послушайте. Надо бы знать, что бабушка моя лет 60 тому назад ездила в Париж и была там в большой воде. Нарумов бедал за ней, чтобы увидеть московскую Венеру. Решилье за ней вылочился, и бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестовости. В то время там играли в врагу. Однажды при дворе она проиграла на основу герцогу Орлеанского, что-то очень много. Приехав домой, бабушка, отлепливая мушке с лица и отвязывая пижмы, объявила дедушке о своем проигрыше и приказала ему заплатить. Покойный дедушка. Слушай, я его помню. Был род бабушкиного дворецкого. Он ее боялся, как огня. Однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счеты, доказал ей, что в полгода они издержали полмиллиона, что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской деревни. И начисто отказался от латежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна в знак своей невинности. На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало, но нашла его непоколебимым. В первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объяснений. Думал усовестить его. Снисходить его доказано, что долг долгу розь. И что есть разница между принцем и каретником. Куда дедушка бунтовал? Нет, птич, сказал он внятным и тихим голосом. Я не имею намерения вредить вам. Я пришел умолять вас об одной милости. Старуха молча смотрела на него и казалось, его не слыхала. Герман вообразил, что она глухая и, наклоняясь над самым ее ухом, повторил ей то же самое. Старуха молчала по-прежнему. Вы можете, продолжал Герман, составить счастье в моей жизни. И оно ничего не будет вам стоить. Я знаю, что вы можете угадать три карты с ряда. Герман остановился. Герофиля, казалось, поняла, чего от нее требовали. Казалось, она искала слог для своего ответа. Это была шутка, сказала она на конец. Клянусь вам, это была шутка. Этим нечего шутить, возвратился этот Герман. Вспомните Чапецкого, которому помогли вы отыграться. Герофиля, видимо, смутилась. Черту ее изобразили сильное движение души, но она скоро впала в прежнюю бесчувственность. Можете ли вы, продолжал Герман, назначить мне эти три верные карты? Герофиля молчала. Герман продолжал. Какого вам беречь вашу тайну? Для внуков они богаты и без того. Они же не знают ли цены деньгам. Мот у него могут ваши три карты. Кто не умеет беречь отцовское наследство, тот все-таки умрет в нищете, не смотря ни на какие девочки у себя. Я не мот. Я знаю цены деньгам. Ваши три карты для меня не пропадут. Ну! Он остановился и с трепетом ожидал ее ответа. Герофиля молчала. Герман встал на колени. Если... Когда-нибудь, сказал он, Сердце ваше знало чувство любви. Если вы помните ее восторги, Если вы в этот раз улыбнулись при плаченном рожденного сына, Если что-нибудь человеческое билось когда-нибудь в груди вашей, То умоляю вас, чественные супруги, любовницы, матери, Всем, что не есть святого в жизни, Не откажись мне моей просьбе. Откройте мне вашу тайну. Что во мне? Может быть, она сопряжена с ужасным грехом, С пагубой и вечного блаженства, с дьявольским договором? Подумайте! Вы, старые, жить вам уже недолго. Я готов взять грех ваш на свою душу. Откройте мне только вашу тайну. Подумайте, что счастье человека находится в ваших руках, Что не только я, но дети, внуки, правнуки благословят вашу память И будут ее чтить, как святынь. Старый друг не отвечал, а не слабо. Но Герман встал. Старый, я не знал, Сказал стесно, что я заставлю тебя отвечать. С этим словом вынулась гора на пистолет. При виде пистолета графиня во второй раз оказалось сильное чувство. Она закипала в лобой, пытала руку, как бы заслоняясь от выстрела. Потом покатилась навсничать и осталась недвижима. Перестаньте ребятчицей, Сказал Герман, взяв ее руку. Спрашивала последний раз, Хотите ли назначить мне ваши три карты? Да? Или нет? Герман увидел, что она умерла. Герман увидел, что она умерла. Я пришла к тебе против своей воли, Сказала Натюрн Болсон. Но мне вильно исполнить твою просьбу. Тройка. Семерка. Нарумов не мог опомниться. Герман выпил стакан ремараду и отправился домой. На другой день вечером он опять явился у Чикаринского. Хозяин метал. Герман подошел к столу. Фонтеры тотчас дали ему место. Чикаринский ласково ему поклонился. Герман дождался новой тайны, Поставил карту, положив мне все свои сорок семь тысяч, И вчерашний выигрыш. А Чикаринский стал метать. Валет выпил на право. Семерка налево. Семерка налево. Валет выпил на свой вид, чтобы видеть игру столь необыкновенную. Молодые офицеры соскочили с дивана, Все официарцы собрались в гостиной, Сняв супери Германа. Прочие игроки не поставили своих тарц, С нетерпением ожидают. Чикарин кончил. Покрыв ее кинфой банковских билетов. Это было похоже на поединок. Глубокое молчание царствовало кругу. Чикаринский стал метать. Руки ему тряслись.